добрый день это наша 27 беседа по книге шри арабинда the life divine мы открываем с вами 33 страницу pure being is the affirmation нашли я надеюсь у всех уже есть книга но если вдруг у кого-то нету собственно книги то хотя бы скачали ее в интернете и следите за нашим хождением по великой мудрости pure being is the affirmation by the unknowable of itself as the free base of all cosmic existence чистое бытие чистое существование чистое когда мы с вами определяем существование чего бы то ни было жизнь я люблю тебя жизнь я люблю тебя снова и снова уж такой жизнь в чистом виде существование это есть утверждение вот этим высшим непознаваемым себя в качестве свободной основы для всего космического существования когда мы говорим о космическом существовании то уместно ввести каббалистический термин алла мод якум алла мод олам это мир мир и вот духовные миры в каббале они обозначают имени нечто имеющие граничность здесь мы открываем для себя то как и несов бесконечность то есть не непознаваемое через через все проникающий лик ари хан пин удлиненный ли воздействия творца на вселенную его участие вот не только как творца а как абсолют пенсов непознаваемым как он проявляется в тех сферах где мы с вами уже присутствуем еще раз то есть подтверждение и утверждение высшего начала через его проявления в наших с вами сфер вот это важнейшая идея всего существования то есть free base of all cosmic existence we give the name of non-being to a country affirmation of its freedom from all cosmic existence freedom so to say from all positive terms of actual existence which consciousness in the universe can formulate to itself even from the most abstract even from the most transcendent и когда мы говорим небытие с точки зрения нашего восприятия то есть когда мы говорим непостижим или когда мы говорим эйнсов вот это правильное всего использовать это эйнсов когда мы с вами произносим эйнсов то небытие небытие мы называем этим словом самоутверждение в нашем сознании небытие 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 актуализированного бытия и даже от определения самого абстрактного и трансцендентного которое только может представить сознание во вселенной это даже не абсолют это нечто еще выше и поэтому название энсов это как бесконечные у нас есть вами имена у нас есть с вами обозначение у нас и с вами лики у нас есть вами сферы сфер от процу фильм не с вами мир и нас есть много обозначений для божественного явления для божественной манифестации мы всегда начинаем обсуждение с того что божественная сущность она в своей высоте конечно не постижима а иначе это не божественная сущность это сущность она не может быть перед на никаким словом даже очень точно здесь объясняет ауробинда для всех кто изучает глубины кабалы для всех кто изучает метафизику начать бы с этого определения все и жизнь была бы наша светлее сознание наше было бы куда более открытым если вы поняли вот это не то что я шми аин в смысле того что x него в смысле того что что-то произошло из ничего а что вот это вот непостижимая его раскрытие тем не менее да это то к расширению чего мы с вами стремимся к углублению к возвышению вознесению все что можно сказать нашим очень условным ограниченным языком тем более учитывая что мы с вами ведем беседы на русском языке который нам мил дорог люб с детства и тем не менее этот язык он мало приспособлен к теологическому дискурсу и не случайно столько иностранных слов приходит к нам таким досадным и щемящим наше сознание вкраплением нехорошо же много использовать иностранных слов нехорошо будем стараться очищаться и в этом то есть то есть вот это вот высшее сознание чистое бытие чистое бытие которое не может быть определено никаким словом ни каким словом и the real expression of itself but it denies its limitation by all expression or any expression whatsoever и простите я еще раз хочу воскликнуть но это же просто гениально для тех кто хочет понять что такое инсов для тех кто хотят начать свой путь в истинной вере что вызывает восхищение это определение инсов что вот оно не отрицает вселенную как реальное выражение себя согласно высшей истине нету отрицания того что наш мир и все вообще что сущее оно есть проявление божества нет но оно только отрицает свое ограничение при всяком выражении чего бы то ни было выражение словесным выражением вещественным выражением и душевным и духовным тоже то есть не может быть границы тому что есть инсов поэтому ешь ми айн айн это инсов инсов и это небытие или инсов допускает существование быть она мы сказали его терпит выносит она дает ему место для существования допускает также как высшее безмолвие допускает деятельность также как хохма допускает массы она включает вмещает его в себя в едином корне которые над расположены и так далее бы здесь инсовывать негативно информация от муту и и и в в в в в в в в Благодаря такому Одновременно Отрицанию и утверждению То есть отрицание в смысле Непостижимости Мы не можем сказать, что это реальность Не воспринимая С другой стороны Мы утверждаем ее существование То есть Полюсы Плюсы, минусы Полюсы, которого не уничтожают Уж совсем Не отрицают до уничтожения Друг друга, но как и в случае Любой парой настоящей Противоположности Они дополняют друг друга Мужчина и женщина это не плюс и минус Это в идеале совсем Не два боксера На ринге Это даже не то, что Жак Брэль Обозначил в своей Известной песне как Летендер гер Это нежная война Но нет Нет То есть это может быть хороший образ Для чего-то такого Очень Очень ограниченного Но нет Это не Летендер гер Мы здесь с вами говорим Не о войне Это не война В истинном понимании Две противоположности Это именно дополнение Когда мы умеем найти Корень Для них Который стоит выше Они дополняют друг друга Пробужденная человеческая душа Получает возможность В одно и то же время Воспринимать и Сознательное Самосущее бытие И запредельно ему Непознаваемое Как единую реальность То есть Эньсов И наш мир Надо познавать Как единую Реальность Реальность она Единая При Явственном Явственном Непонимании Невосприятии Нами Полноты Бытия Его Божественного Корня В Эйнсов Здесь Используется Выражение Not mutually Destructive То есть Не взаимоуничтожающее В взаимоуничтожении Есть теория На эту тему Mutual Asserted Destruction Это еще 70-е годы В Америке Разработали Такую Теорию Что Две ядерные Сверхдержавы Они осознают Они осознают То что Могут Друг друга Уничтожить Если они Вступят В полный Уже такой Безграничный Конфликт Назывался Mutually Asserted Destruction Абсолютно Неизбежное Взаимное Уничтожение И Аббревиатура MAD То есть Mutual Asserted Destruction К чему К чему Мы это Здесь Привели Потому что Там Речь Шла О Взаимном Сдерживании На Основе Самосохранения И Эта Теория Конечно Не может Быть Основой Существования Потому что Войну Можно вести Через Третьи Стороны Войну Можно вести Через Разложение Изнутри Разные Есть Возможности То есть Если сразу Ити Конечно же На Безграничный Ядерный Конфликт Но С другой Стороны В этом Тоже Есть Определенная Идея Сдерживания Все Так Сдерживания То есть Сдерживание Человеческих Потуг Прийти К полноте Силы И власти В этом Мире Вот Эта Идея Царей Эдомийских Семи Из восьми Которые Каждый Из них Выскакивал И Умирал Выскакивал И Погибал Мют Сор Дестра Только Нам то Нечего На этом Зацикливаться А лишь Использовать Как пример Того Что Если Ты Не Выстраиваешь Принцип Который Стоял бы Над Противоречиями Ты Все равно Никогда Не придешь Никакому Решению Того Что происходит Внизу А будешь Только Опускаться Еще ниже Ниже Дробиться И Везде Ощущать Противоборство Противодействующие силы Разенство Ну и То Что Жизнь Нашу В целом Делает Достаточно Терзающее Разве Не так Она Терзающая Пока Мы не Начинаем Ее понимать Пока Мы не Начинаем Дальше С вами Учить То Чем У нас Учит Кабала И Что Нам Так Объяснил На Современном Великолепном Английском Языке Шри Аурабинда Thus Was It Possible For The Buddha To Attend The State Of Nirvana And And Yet Act Presently In The World Impersonal In The Inner Consciousness In His Action The Most Powerful Personality We Know Of As Having Lived And Produced Results On 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 Earth И И Говорит Дальше Что Вот этот Вот Пример Когда В одном И том же Создании Может быть Чрезвычайно Развита Активная Деятельность Сторона И при этом Высокая Духовность Шри Аурабинда Здесь Приводит Как пример Будду И мы Не будем На нем Сейчас Заострять Внимание Только Потому Что Разговор О Будде Поведет Нас К Рассуждениям О Буддизме А мы Точно Туда Не Идем То есть Вот Определенно Мы Туда Не Идем А что Им Воду Шри Аурабинда Ну Так Для Этого Нужно Знать Больше Будде И Для Этого Нужно Глубже Понимать Шри Аурабина Что Именно Этим Хотел Сказать Но Он Дает Высочайшую Оценку Здесь Будде Именно Его Умению Совместить Совместить Себе Ну В каком Смысле То Что Здесь Написано Это Брахмана И Кшатрия Это Пример Нирваны И Действия Следующий Абзац One We Ponder On These Things Will Begin To Perceive In Their Self Assertive Violence And How Confusing Their Misleading Distinctness Are The Words That We Use И По Мере Того Как Мы С Вами Размышляем Об Этому Мы Начинаем Понимать Начинаем Писать До Какой Степени До Какой Степени Несовершенно Чтобы Не Сказать Ничтоженно В Своем Самоутверждающемся Произволе Насколько Сбивчивые Путанные В Своих Определениях Слова Которые Мы И Мы Не Нашли С вами Ничего Лучшего То есть Даже В Священном Языке Мы С вами Когда Говорим То Обычным Переводом Будет То есть Нечто Из Ничего Бытие Из Небыти И это Абсолютно Неверо Наоборот Айн Это Эйн Сов Да В священном Языке Это тоже Прописано По существу Когда ты Понимаешь Что Айн Это Не Отрицание Всего Это Эйн Сов Да В священном Языке Это Есть В священном Языке При Его Углубленном Понимании Утонченном Знании А не То Что На Улице На Улице Вам Любой Скажет В том Числе В Религиозной Ставности Вам Пример Начальный Это Пример Первичных Определений Важнейший И мы Именно На нем Основились Чтобы Показать Насколько Несовершенна Наша Речь И Как Важно Перейти К Познанию Через Медитацию То Есть Через Настоящую Молитву Которая Является Соединением С Высшим Чтобы Это Было Частью Нашего Бытия И Окружать Себя Так же Конечно Теми Людьми Которые Ищут Чистоты В выражениях И Ведь Вы знаете Одно и то же Можно сказать Совсем По-разному Когда мы Произносим Словам Мы не только Стремимся Ведь К Донесениям Такого Академического Формального Смысла Это намного Больше Это намного Больше Мы Начинаем Понимать Мы приходим К этому Постижению Что Ограничения Которые Мы Приписываем Абсолют Брахман Альцов Какие Ограничения Мы Приписываем Например Ограничения Которые Мы Приписываем В своей В своей Голове Сразу Что Бог Столь Велик Что Дела Нашего Мира Они Его Как бы Не Касаются Это Абсолютно Распространенное Пошлое Изречение Того Что Люди Не Понимают Ничего Абсолютно Ну Или Бог Созвал Мир А теперь Он Отдыхает А мы Можем Делать Что Хотим А потом Он Как Судья На Футбольном Поле Решит Мы Хорошо Играли Или Плохо И Свои Роли Как Сыграли Мы На Сцене Как Сявили Вот Эти Заблуждения Все Они Присущи Изначально Нам Они Изначально Присущи Ведь В чем Здесь Сложность Что Наши Приписывание Ограничений Разного Рода Всевышнего В том числе Мы его Не познаем Но раз Мы его Не познаем Это уже Приписываем Ему Ограниченность То есть Не себе А ему А если Мы это делаем То мы Сразу Отсекаем От себя Те Пласты Сознания Возможно Которые Да Присутствуют В нашем Потенциале Именно Это Точно Является Сферой Нашего Выбора Вот Очень тяжело Об этом Говорить На начальной Стадии Занятия Сама Тематика Свободы Выбора Человека Который Важнейший Можно сказать Что Определенно Определенно Человек Располагает Полнейшей Свободой В осознании Личностном Того Что С ним Происходит То Что происходит Вокруг Того Что он Читает Изучает Смотрит Это Все Да Является Частью Его Свободу Выбора Как Он себя Поведет Переводим Дальше Вот эти Все Наши Ограничения Они же Проистекают Из узости Опыта Индивидуалистического Разума Мы невольно Приписываем Небесам Те же Грани Которые Являются Для нас Скорлупой За пределы Которые Не выходят И Этого Разума Которого Концентрирующегося На одном Аспекте Непознаваемо И тот Час Перескакивающего К отрицанию Всего Остального Или Пренебрежением Мы Понимаем Что Чего-то Не понимаем Отсюда Начинается Отрицание Отсюда Начинается Попытка Сказать Что Сущие Это Только То Что Мы С вами Можем Потрогать Увидеть И Услышать Это Капитуляция Перед Тем Духовным Вызовом Который Стоит Перед Каждым Человеком Это Именно Капитуляция Мы На язык Нашей Собственной Собственной Присущей Нам Относительности Как То есть Мы Говорим Об Абсолюте Сами Мы Располагаем Силой Но Не Бесконечно Граничность Мы Живем Во Времени Мы Живем В Граничности Мы Ограничены Пространственно И Душевно И Время Является Границей Что Значит Душевно Ограниченное Все равно Человек Не Может При Любом Расширении Сознания Стать Сущность На Всем Ну Не может Быть Он Может Слиться С Космосом Может Слиться С Абсолютом Может Войти В Состояние Того Что Мы Зевуг Истинная Молитва Состояние Ман Зевуг У нас Есть Беседа О Молитве Вот Для Тех Кто С Нами Обязательно Ее надо Прослушать И Понять Что Именно Мы Сейчас Имели В Виду А Здесь Просто Наша Граничность Восприятии Мы Ее Нам Это Свойственно Естественно И так Переносим На Высшие Категории Что Конечно Является Не иначе Как Одной Большой Ошибкой Заблуждения А Сами Мы Живем По Теории Относительности Как В этом Известном Анекдоте Что Говорили Евреи Про Главное Моисей Говорит Что Главное Это Там Иисус Пошел И сказал Что Нет Это Сердце Чувства Карл Маркс Как Желудок Фрейд Пошел Еще Дальше А Эйнштейн Сказал Знаете Все Относительно Ну Шутки Шутками Но В этом Что-то Есть При том Что Конечно же Приписывание Помянутым Персонажем Ну Кроме Маркса Вот Эта Граничность Она Тоже Здесь Неуместна Она Уместна В анекдоте Но Сама По себе Идея Не столь Уж Далека От Истины Мы Афирм Те Один И Идент Те Бои Пасши Дискриминар И Ассерти Эгоизм Наши Опинения И Парши Эксперинес С Оган С Опинения И Парши Эксперинес Оф Одрес Мы Утверждаем Единственное И Тождественное Как мы Это Утверждаем Путем Нашего Чувственного Выявления Утверждения Собственно Уже Эгоизма Собственно Самотности В наших Мнениях Мы это Делаем И Частного Опыта Нередко Вопреки Мнениям И частному Опыту Другим То есть Мы наконец В состоянии Спора Борения С другим У нас Есть Собственный Опыт У нас Собственного Опыта Ограниченного Но не просто Ограниченного А еще Опыта Который Коррумпирован Чувственными Наклонностями Я так Чувствую Поэтому Так Очень Коррумпирован Еще Понятием Как Свой Чужой Заяц Волк Заяц Волк Да То есть Вот это Заяц Волк Свой Чужой Это Полностью Коррумпирует Мысль Полностью Коррумпирован Мысль Современная Она И она Отступает Перед Одной Книгой Шри Робин Все Остальное found it the largest and most comprehensive harmony. Мудрее было бы нам уметь ждать, сосредоточиться, вдуматься, учиться и расти. И поскольку мы вынуждены в рамках наших попыток самовсовершенствовать, говорить об этом, говорить на несовершенном языке. Сакральный язык, он может быть и имеет эти все формы, мы их можем не знать, он имеет их, вернее надо сказать, что сакральный язык, но ни английский, ни русский, они не располагают этими возможностями. Мы должны признать это сразу, потому что сакральный язык еще можно вот искать и найти, если вдумываться, не уличный язык, не тона, на котором изъясняются по телевизору, по радио или на улице. То есть мы с вами говорим о каких-то высших категориях супраментальных, о том, что невыразимо на самом деле на человеческом языке. Для этого надо искать наиболее широкого, наиболее гибкого, максимального, всеобъемлющего утверждения этого и основывать на нем наиболее значительную и наиболее исчерпывающую гармонию. При всем несовершенствуйте те мысли, которые мы с вами произносим. Тот ряд, который мы вам предлагаем, он ведет каждого, кто предпримет усилие понять, совершенно новое сознание. Читаем же мы каждое утро молитву Орхадаш Алсион Таирвани Ске Куляну Мира Ле Оро. Светом Новым Азари Сион и удостоимся все мы Света Его. Хорошего дня.